Смерть неизбежна. А что потом? Интересный вопрос. Смерть – это смерть. Было и нет. Было стремление, было обучение, было предвкушение, даже намечалось счастье. Пришла смерть – и унесла все. И надежду, и веру, и любовь. Однако вопрос возникает вновь и вновь. А что потом? Нет ответа. Что убивает? Суммарный интеллект всего человечества не имеет ответа. Мучит, руками разводит, не знает ничего. На такой простой вопрос нет ответа. А Иисус Христос просто и ясно говорит. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Ну чего заморачиваться? Иду к Иисусу Христу, буду познавать истинного Бога и Иисуса Христа. Ведь без Христа все пустое, бессмысленно и потому кровожадное. Без Христа нет будущего. Без Христа нет смысла. Да и жизнь без Христа не жизнь вовсе. Так, животное присмыкание. Зависть и гнев, драчка и кровь. Живые в трущобах, умершие в могилах, дворцах. Живым презрение, мертвым поцелуи. Только Христос показывает нам жизнь, которая простирается за горизонт мучительного блуждания. Только Христос дает нашей больной душе свободу. Только Христос высвобождает наш разум и дает способность разуметь истину. Только Христос дает зрение. Только Христос дает знание, что мы можем видеть невидимое. Только Христос возвышает нас из продукта бессмысленной эволюции в образ и подобие Божье. Христос вводит нас в Царство Небесное, Царство Божье. Со Христом годы земного мучительного существования превращаются в годы осмысленного, целеустремленного путешествия в Дом Отца. «Я есть им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», – говорит Христос. «Поэтому я со Христом». Кстати, Он приглашает и вас. «Давай, брат, пока еще есть возможность, присоединяйся. Не пожалеешь». Субтитры создавал DimaTorzok